Продолжаем наше знакомство с работой Тимоти Снайдера. Это было верно для любого возрождения демократии, за исключением самого последнего, которое последовало за Восточноевропейскими революциями 1989 года и распадом Советского Союза в 1991 году, в тот момент, когда Россия и Украина стали независимыми государствами, укоренилась абсолютно ложная вера в конец истории, в отсутствие альтернативы демократии и природу капитализма. Многие американцы утратили естественный страх перед олигархией империи своей или чужой и забыли об органической связи демократии с этическими обязательствами и физическим мужеством. Разговоры о демократии конца XX века смешали правильное моральное утверждение о том, что народ должен править, с неверным фактическим утверждением, что демократия – это естественное положение дел или неизбежные условия прелегированной нации. Это непонимание делу уязвимой демократии как старой, так и новой. Нынешний российский режим является одним из следствий ошибочного убеждения в том, что демократии происходят естественным образом и что все мнения одинаково справедливы. Если бы это было правдой, то Россия действительно была демократией, как утверждает Путин. Война в Украине – это проверка того, может ли тирания, претендующая на звание лидера, восторжествовать и тем самым разустранить свой логический и этический вакуум. Те, кто воспринимал демократию как нечто собой разумеющееся, шли во сне к тирании. Украинское сопротивление – это сигнал для всех. В воскресенье, перед тем, как Россия начала свое последнее вторжение в Украину, я предсказал по американскому телевидению, что Зеленский останется в Киеве, если Россия вторгнется. Меня высмели за это предсказание точно так же, как и тогда, когда я предсказывал предыдущее российское вторжение. Также и тогда, когда я предсказывал опасность, которую президент Дональд Тамп представляет для американской демократии, и также попытку государственного переворота Трампа. Бывшие советники Трампа и президента Обамы не согласились со мной на занятия в Хиллевском университете, где я преподаю. Они не делали ничего большего, чем отражали американский консенсус. Американцы склонны рассматривать войну в Украине в длинной тени терактов 11 сентября и последующих за ними американских моральных и военных неудач. В администрации Байдена его сотрудники опасались, что переход на сторону Киева рискует повторить падение Кабула. Среди молодежи и левых политических сил более глубокое беспокойство возникло из-за отсутствия национальной оценки вторжения в Ирак, оправдывая второе представление о том, что уничтожение одного режима создает так называемую табула раса. Табула раса – это по-латыни чистая доска. И, в общем-то, это общепринятая некая метафора, которая говорит о том, что можно начинать с чистого листа. Если мы обращаемся к русской культуре, к русскому языку, есть понятие чистого листа. Начать с чистого листа. Вот именно это отражает эта метафора табула раса, которая принята во всем мире. Так вот, вернусь. Уничтожение одного режима создает табула раса, из которого естественным образом возникает демократия. Идиотизм этого аргумента заставил целое поколение усомниться в возможности того, что война и демократия могут иметь какое-то отношение друг к другу. Беспокойство в связи с черной военной операцией, возможно, было объяснимо, но сходство между Ираком и Украиной было лишь поверхностным. Украинцы не навязывали свое собственное видение другой стране. Они защищали свое право выбирать своих собственных лидеров от торжения, призвано разрушить их демократию и уничтожить их общество. Администрация Трампа состранила цинизм с другой стороны. Сначала Трамп отказал Украине в оружии, чтобы сфантажировать Зеленского. Затем он показал, что президент Соединенных Штатов предпринял бы попуткой госпереворота, чтобы остаться у власти после поражения на выборах. Наблюдать, как сограждане умирают в попытке свернуть демократию, противложено тому, чтобы рисковать своей жизнью, защищая ее. Конечно, если бы демократия касалась только более крупных сил, а не этики, ну тогда действия Трампа, наверное, могли бы кто-то оправдать. Но если кто-то верит, что капиталистический эгоизм автоматически становится демократической добродетелем, и что ложь о том, кто придел на выборах, это просто выражение мнения, как любое другое, тогда для них Трамп нормальный политик. По сути, он нагло олицетворяет русскую идею о том, что нет ценности и нет правды. Ну вот тут я думаю, что мы можем остановиться. Вот здесь Тимоти Снайдер дает свое представление о том, что такое является русская идея. Помните, в течение многих лет многие русские публицисты пытались сформировать, что такое русская идея. Вот Тимоти Снайдер, наблюдая за всем этим со стороны, считает, что русская идея заключается в том, что нет никаких моральных и политических ценностей и что нет правды. Американцы в значительной степени забыли, что демократия – это ценность, ради которой избранное должностное лицо или гражданин, если на то пошло, может выбрать жизнь или смерть. Рискнув, Зеленский превратил свою роль и старостепенного игрока в скандале с Трампом в героя демократии. Американцы предположили, что он захочет бежать, потому что они убедили себя в превосходстве без личных сил. Если они принесут демократию, тем лучше, но если этого не делают, люди подчиняются. Мне нужны боеприпасы, а не попутка. Таков был ответ Зеленского на призывы Соединенных Штатов покинуть Киев. Возможно, это было не так красноречиво, как знаменитая речь Периква, но в ней отражена та же мысль. Есть честь в выборе правильного способа умереть от имени народа, ищущего правильный способ жить. Обратите внимание на эту формулировку. Есть честь в выборе правильного способа умереть от имени народа, ищущего правильный способ жить. В течение 30 лет слишком многие американцы считали само собой разумеющим, что демократия – это то, что сделал кто-то другой, или, скорее, то, что кто-то другое сделал. История закончилась, альтернативы исчезли, капитализм каким-то необъяснимым волшебством. В конце концов, Россия и Китай – это капиталистические страны. Может все изменить. Эта эпоха закончилась, когда Зеленский появился однажды ночью в феврале, чтобы заснять себя со словами «президент здесь». Если лидер верит, что демократия – это результат более крупных факторов, то он сбежит, когда эти более крупные факторы, по-видимому, будут против него. Вопросов ответственности никогда тогда не возникает. Но демократия требует серьезной борьбы, как сказал однажды американский аболиционист Фредерик Даглас. Украинское сопротивление тому, что оказалось подавляющей силой, напомнило миру, что демократия – это непринятие очевидного, казалось бы, приговора истории. Идет о том, чтобы творить историю, стремиться к общечеловеческим ценностям, несмотря на вес империи, олигархии и пропаганды, и при этом раскрывать ранее невиданные возможности. Следующий раздел – «Жизнь в истине». На первый взгляд, простая истина Зеленского о том, что президент здесь была призвана опровергнуть российскую пропаганду, утверждающую, что он бежал из города. Но видя, снятая под открытым небом, когда Киев подвергался нападению, также стало восстановлением значения свободы слова, которое было забыто. Греческий драматург Еврипид понимал, что цель свободы слова – говорить правду власти. Свободный оратор разъясняет опасный мир не только тем, что он говорит, но и тем риском, на который он идет, когда говорит. Говоря, президент здесь, когда падали бомбы и приближались убийцы к нему, Зеленский жил по правде, по словам Васлова Гавила, или вел беседу, как выразился один из моих студентов в тюрьме. Самое известное эссе Гавила на эту тему «Власть бессильных» было посвящено памяти философа Яна Потоцки, который умер вскоре после допроса коммунистической чехословацкой тайной полиции. Путин, офицер КГБ с 1975 по 1991 годы, продолжает садистскую традицию следователей. Ничего не является правдой, ничего не достойно жертвы. Все шутка, все продается, все покупается. Сила все делает правильно, только дураки верят в обратное и не должны понимать и заплатить за это, потому что они дураки. После 1991 года нигилизм позднего коммунизма смешался с самодовольной западной идеей о том, что демократия – это всего лишь результат действия каких-то безличных, безымянных сил. Если бы оказалось, что эти силы двигались в разных направлениях, например, в сторону олигархии или империи, что тогда можно было бы сказать? Но в традициях Еврипида Гавила или нынешнего Зеленского считается собой разумеющимся, что большие силы всегда против личности, что гражданственность реализуется через ответственность, которую человек берет на себя за слова, и риск, на который он идет делами. Истина заключается не в силе, а в защите от нее. Вот почему свобода слова необходима. Не для того, чтобы оправдываться, не для того, чтобы соответствовать, а лишь для того, чтобы утверждать ценности в мире, потому что это является предварительным условием самоуправления. Те, кто воспринимал демократию как само собой нечто разумеющееся, шли во сне к тирании. В период упадка после 1989 года многие граждане североамериканских и европейских демократий стали ассоциировать свободу слова со способностью богатых граждан использовать средства массовой информации в состоянии потакающим своим желаниям чепухи. Однако, когда кто-то вспоминает о цели свободы слова, его меньше волнует, сколько подписчиков в социальных статьях у олигарха, и больше о том, что этот олигарх и как он вообще разбогател. Олигархи, такие как Путин и Трамп, делают противоположное тому, чтобы говорить правду власти. Они лгут ради власти. Лгут ради власти. Трамп сказал большую ложь о выборах, что он победил. Путин сказал большую ложь об Украине, что и не существует. Путинская фальшивая история Восточной Европы, одно из его оправданий войны, настолько возмутительно, что дает шанс вспомнить о смысле свободы слова. Если один из богатейших людей в мире, командующий огромный Альми, утверждает, что соседняя страна не существует, это не просто пример самого или свободы самовыражения. Это разжигающая ненависть речь о геноциде, форма действия, которые должны противостоять другие формы действия. В эссе, опубликованном в июле 2021 года, Путин утверждал, что события X века предопределили единство Украины и России. Это гротесно, так как история, поскольку единственное человеческое творчество, которое допустит в течение тысячи лет и сотен миллионов жизней, это способность Ирана ретроспективно и произвольно выбирать свою собственную генеалогию власти. Нации не определяются официальным мифом, а создаются людьми, которые устанавливают связи между прошлым и будущим. Как выразился французский историк Эрнст Ренан, «нация – это ежедневный плебисцит». Немецкий историк Франк Гальчевский был прав, когда сказал, «Национальная идентичность – это не выражение этнической принадлежности языка и религии, а скорее утверждение определенной исторической и политической возможности». Нечто подобное можно сказать о демократии. Ее могут создать только люди, которые хотят ее создать и во имя ценностей, которые не утверждают. И самое главное – рискуя жизнью ради них. Да, да, рискуя жизнью. Украинская нация существует. Для этого ежедневного плебисцита очевидны, и налицо серьезная борьба. Ни одно общество не должно сопротивляться российскому вторжению, чтобы быть признанным. Не потребовались гибели десятков журналистов, чтобы мы увидели основные истины, которые они пытались донести до и во время вторжения. То, что Западу потребовалось столько усилий и столько ненужного коропролития, чтобы вообще увидеть Украину, показывает проблему, которую представляет российский нигилизм. Это показывает, насколько близко Запад подошел к тому, чтобы уступить свою демократию. Если кто-то забывает, что цель свободы слова – говорить правду власти, он не видит, что большая ложь, сказанная влиятельными людьми, ослабляет демократию, уничтожает ее. Путинский режим ясно дает это понять, организуя политику вокруг беспытного производства художественной литературы. Честность России, как утверждается, заключается в признании того, что правды не существует. В отличие от Запада, Россия, избегая лицемерия, с самого начала отвергает все гуманистические ценности. Путин остается у власти благодаря такому стригическому релятивизму. Не делая свою собственную страну лучше, он заставляет другие страны выглядеть хуже. Иногда это означает и действия на правильную дестабилизацию. Например, в случае неудачного вмешательства России выбора в Украине в 2014 году, успешной цифровой поддержки Брекзита в Соединенном Королевстве в 2016 году, и ее успешной поддержки Трампа в 2016 году. Эта философская система позволяет Путину действовать, но также и защищать себя. Россиянам можно сказать, что Украина центр мира, а затем, что Сирия центр мира, а затем еще что-нибудь в этом духе. И можно сказать, что когда их вооруженные силы вторгаются в Украину или Сирию, другая сторона начинает убивать своих собственных людей. В один прекрасный день россиянам можно сказать, что война с Украиной невозможна, а на следующий день, что война с Украиной неизбежна. Так это произошло в феврале. И можно сказать, что украинцы на самом деле русские, только плохие русские, которые хотят, чтобы захватили, а также нацистские сатанисты, которые должны быть уничтожены. Путина в этой дискуссии нельзя загнать в угол. Поскольку российская власть эквивалентна контролю над закрытой системой средств массовой информации, он может просто объявить о победе и сменить тему. Если Россия проиграет войну с Украиной, он просто издает, что победил. И россияне поверят ему или сделают вид, что это так. Чтобы такой режим выжил, представление о том, что демократия основывается на мужестве говорить правду, должно быть устранено с помощью насилия. Ночь за ночью кремлевские пропагандисты объявляют по телевидению, что не может быть такого человека, как Зеленский, нет такой нации, как Украина, или нет такой системы, как демократия. Самоуправление – это шутка, Украина – это шутка, и Зеленский – просто клоун. Если нет, то вся история Кремля говорит о том, что Россия выше, потому что она признает, что ничто не является правдой, и у России и нет границ. Если украинцы действовательно могут создавать общество и действительно могут выбирать своих лидеров, то почему бы русским не сделать то же самое? Россиян должно удержать от подобных мыслей аргументы об Украине, которые столь же отталкивающиеся, сколь не соответствуют действительности. Российская военная пропаганда об Украине глубоко, агрессивно, намеренно, лживо, и в этом ее цель – заставить гротесную ложь казаться нормальной и ослабить человеческую способность производить и видеть различия между правдой и ложью и сдерживать эмоции. Когда Россия массу убивает украинских военнопленных, то она обвиняет в этом Украине. И она не претендует на правду. Она просто пытается привлечь западных журналистов к так называемому равному освещению всех сторон, чтобы они игнорировали обнаруживающиеся факты. Смысл в том, чтобы вся война казалась непонятной и грязной, и тем самым препятствия вовлечения Запада в эту войну, и чтобы он помогал Украине. Когда русские фашисты называют украинцев фашистами, они играют в эту игру, и слишком многие другие присоединяются к ним. Смешно рассматривать Зеленского как часть всемирного еврейского заговора, так и нацистского заговора, но российская пропаганда регулярно выдвигает оба этих утверждений. Но суть в том, что это абсурдно. Ну вот, дорогие друзья, статья, в общем-то, больше, но я постарался познакомить вас с этой статьей, потому что, на мой взгляд, она представляется некой вехой в оценке того, что сейчас происходит в Украине в этой войне с исторической и философской точки зрения. Ну, а если вы хотите прочитать эту статью полностью, вы можете ее найти в журнале, в американском журнале Foreign Affairs Timothy Snyder, да? И вы можете прочитать эту статью всю. Но мое время сегодня подошло к завершению. Благодарен всем, кто слушал, кто принимал участие, и, главное, тем, кто задумался на тем, о чем я только что вам рассказал. Будьте здоровы! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok